Принято решение провести акцию «Таза-Мураз» для очистки территории от мусора и сохранения устойчивой чистоты. Благодаря этой инициативе будут объединены усилия широкой общественности, в том числе государственных и бизнес-структур. Для этого будут организованы мероприятия по уборке бытовых отходов на территориях городов и сельских населенных пунктов. Также будут привлечены общественные организации, экологические активисты и волонтеры. «Таза-Мураз» будет длиться в течение двух месяцев. Указ ориентирован на один день, национальный день чистоты, это 17 сентября. Но компания «Таза-Мураз» будет длиться в течение двух месяцев. Мы будем заниматься очисткой территории нашей страны. И будут даже проводиться конкурсы на самую чистую область, самый чистый район, самый чистый город и самый чистый АИЛ. Кроме того, были предложены и другие реформы. К примеру, новый закон об ужесточении штрафов за выброс мусора в неположенном месте. Представители государственных ведомств призывают граждан записывать такие случаи на видео и выкладывать в социальные сети. Общественный фонд «Экадемия» отмечает, что только так мы сможем повысить сознательность граждан. Мы понимаем, что государство не может нести ответственность за всех жителей нашего Кыргызстана. Это более 5 миллионов человек, которые каждый день создают более 3 килограмм мусора ежедневно. Поэтому здесь стоит задача очень серьезная поменять систему штрафов. Потому что штрафы сейчас 5 тысяч сом за выброшенную бутылку или баклажку, конечно же, не собираются. Это всего лишь 18 инспекторов по городу не смогут следить за городом-миллионником. Но только через общественное порицание, через штрафы мы сможем поменять привычки людей. Для решения проблемы с мусором предприятие «Тазалык» разработало проект по переработке твердых бытовых отходов. Этот проект может быть реализован совместно с соответствующими ведомствами. Адиль Назаров, советник директора муниципального предприятия «Тазалык», считает, что отходы швейных цехов, а также выброшенные строительные материалы, также являются причиной загрязнения воздуха в городе. Сейчас в летнее время вывозится около 1000-1500 твердых бытовых отходов, из которых 40% являются пищевыми отходами. Они являются источником метана и горения сейчас на свалке. Кроме этого, где-то 30% – это вторсырье, которое может быть переработано. Остается только 30%, мы называем остаточный мусор, который тоже можно изготавливать РДФ, это Токсева. Согласно указу президента, также будет разработан план действий по созданию эффективной инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами на период с 2023 по 2025 годы. Следовательно, улучшится политика в области обеспечения охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Так, в Кыргызстане качественно повысится санитарная и экологическая обстановка.